Как я уже говорила, скоро Пасха, и я продолжаю делать подарки для своих близких. И один из таких подарков это вот этот петушок, золотой гребешок. Делал все очень быстро, очень весело. Нитки, конечно же, я подбирала на свой вкус, поэтому вот что получилось, то и получилось. А вышивала я вот с этой схемы. То есть здесь написаны были, просто написаны, какие цвета. Ну, также были и номера DMC, MF и так далее. Но я пошла другим путем. Я просто решила вышить так, как я его вижу. Еще раз показываю, что же получилось. Картина, я его не стала оформлять, а обвязала крючком. Вот так вот. Самое трудное завязывание было то, что надо было высчитать рапорт, и чтобы у меня поместились полностью все вот эти вот штучки. Ну, что ж, вот эта вот работа уже выполнена. Рапорту я хочу сделать для себя любимой. И сейчас я покажу, что же я хочу до Пасхи вышить. А вышить я хочу вот такое вот семейство. Петушка и курочку. Ну, и, соответственно, здесь и цыплята, и еда для них, и будущие цыплята. Так что вот такая вот картинка. Я, конечно, постараюсь его вышить именно к Пасхе. У меня еще две недели. Так что должна успеть. Сейчас покажу схему, которую я скачала. Вот так у меня на компьютере. Скачала и скинула, распечатала. Вот эта схема. То есть это то, что будет в середине. А вот это то, что будет по краям. И вот как она будет выглядеть. Вот здесь вот напечатаны. Какие схемки будут вокруг. Вот они. В, А, Е, С, Д. Там, где единички, это уже на другую картинку. Опять-таки, нитки я буду выбирать методом подбора, чтобы мне нравились, чтобы они сочетались. Ну, и так потихонечку буду вышивать. Вот такие вот мои планы пока. Так что мои долгострои опять отправляются в ящик. А еще я закончила. Но не оформила вот такую вот красотулечку, вот такого вот снеговичка. Почему не оформила? Да потому что я думаю, каким же способом его оформить. потому что вот в виде мешочка, который вот изначально предлагает сама фирма, я не хочу, мне не нравится. Поэтому пока вот он у меня лежит, я на него смотрю и думаю. Думаю, думаю, как же его оформить красиво. Ну, думала, первый у меня вариант был, это тянуть картон, второй на картон синтепон, а потом обтянуть. Ну, не знаю. То есть у меня пока вот идеи, может, вы посоветуете, как интереснее будет. Но мешочка мне не нравится, вот не хочу я таким способом делать. Поэтому жду ваших комментариев, жду ваших советов. Ну, все. На этом я заканчиваю. Пока-пока. По скриптам хочу показать теперь поближе, чтобы вы рассмотрели на их красотулечек таких, как говорится, с лицевой и с изнаночной стороны. Ну, что ж, начнем с изнанки. Вот такая у меня получилась изнаночная сторона. Конечно, хотелось бы, чтобы было аккуратнее. Но, что получилось, то получилось. В принципе, тоже неплохо. Я вообще не надо сюда заглядывать. Ну, если вдруг кому захочется. Вот она. Вот. не надо будет жить. Не надо жить. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...